Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады вас приветствовать в областной научной библиотеке, безусловно, государственной. Сегодня мы открываем новую выставку, это первая выставка этого года, галерея «Формуляр». Галерея «Формуляр» — это кураторская галерея Союза художников России, нашего Новосибирского регионального отделения. Уже этой галереи больше двух лет, и это прекрасные партнёрские отношения нас, как библиотеки, и в первую очередь отдела искусств и Союза художников России. Очень большое количество выставок здесь уже прошло. В прошлом году выставки курировала Колесинская Яна, в этом году у нас будут много разных кураторов, возможно, кого-то из наших героев, Евгения или Светлана, мы увидим в качестве экспонентов и кураторов, мы будем очень рады. А сегодня мы, наконец, реализовали тот самый проект, который задумали буквально на последнюю неделю перед пандемией. Это выставка «Глазами детства» Юрия Макарова. Эта выставка пришла в библиотеку, очень тепло и душевно, собственно говоря, такой-то выставкой и является. И исходя из того, что это такая тёплая и душевная история, ровно такие же, какие прекрасные дети на этих фотографиях, и те эмоции, о которых уже весь наш коллектив и все наши гости рассуждают далеко не однозначно, а очень даже современно, и очень много идей и трактовок рождается. Мне очень хотелось бы, чтобы эту выставку представила дочь фотохудожника Анна Макарова. Приглашаю её к микрофону. Спасибо. Здравствуйте. Я всех очень рада видеть на этой выставке, которая планировалась ещё с прошлой весны, но из-за сложившихся обстоятельств переносилась. Я также хочу сразу же поблагодарить всем, кто помогал в организации. Это Юрия Матюшина, который подсказал место, дал контакты Анны Галеевой. Хочу поблагодарить саму Анну и других людей, которые с душой и ответственностью подошли к организации. Без вас всех мы бы не обошлись. Я хотела бы коротко рассказать о герое. Кто-то уже с ним знаком лично, кто-то нет. Сам Юрий — это член Союза фотохудожников России. Но помимо этого он прекрасный, талантливый и удивительный человек. Фотографией он занимался не по профессии. Он всю свою осознанную жизнь посвятил строительному бизнесу, в чём тоже очень хорошо себя проявил. Но фотография для него была как хобби, увлечение, очень важное для него. И фотография он начал увлекаться, как можно прочитать из его биографии, ещё с детства. В кружке пионеров они тогда, как он тоже рассказывал, у них был учитель, который им запомнился всем, который тоже был очень хорошим человеком. Этот учитель открывал мир фотографий для детей через журналы «Советское фото», через другие снимки, которые сам приносил, которые, возможно, сам и делал. И мой папа рассказывал с большой теплотой об этом. И рассказывал, что они выполняли различные задания. И вот тогда они начали впервые фотографировать, ещё в самом детстве, лет в 9-10. Затем он фотографировал в армии, затем в экспедиции на севере. И потом он отложил свой фотоаппарат, уже на первый план вышли семья, работа, дети. Но затем, по его словам, ему чего-то стало не хватать, нужна была какая-то форточка. И в 2008 году он снова вспомнил про свои увлечения и приобрёл фотоаппарат. И уже начал с собой везде его брать. Будь это праздник, 9 мая, будь это прогулка, что угодно. Он брал с собой везде фотоаппарат. И познакомившись с творчеством Юрия Макарова, можно заметить, что человек, он был верующим глубоко. И это правда. Даже несмотря на эти фотографии, многие другие, можете тоже ознакомиться с ними на сайтах. Он был верующим человеком. Он фотографировал в храмах, в благословении священников. Он фотографировал в Могочинском монастыре. Тоже есть здесь фотографии оттуда. Но помимо того, что он был верующим человеком, он очень любил детей. И дети его очень любили. И ему удавалось находить язык даже с самыми маленькими детьми, которые толком ещё говорить не умели. И вот получалось у него ловить эти кадры, ловить искренние эмоции. То есть дети, они же подвижные, они всегда играют, бегают, не позируют. А ему удавалось как-то ловить эти кадры. И у него это отлично получалось. Я хотела бы зачитать его цитату. Он сам писал это о себе. Трудно сказать, что для меня фотография. Жизнь? Не знаю. Иногда мне кажется, что я хочу снять себя. Ищу себя. Вот смотрю на фотографию ребёнка. Неважно, девочка или мальчик. Кажется. Вот я. Иногда монах. Иногда какой-нибудь прохожий. Так и снимаю людей. Нравится. Не могу объяснить. Это интересно. Это красиво. Это глупо. Так вот как-то. И фотографировал он то, что близко ему и близко его душе. И прежде чем вы перейдёте к осмотру фотографий, я тоже хотела бы дать напутствие, что каждая фотография была сделана с душой. И с большой отдачей. И каждую фотографию смотреть я вам советую не просто как красивую картинку, а как мини-историю, которая была сделана с большим вниманием. К фотографиям тоже есть цитаты, которые он сам отбирал. И цитаты, видите, очень подходят к сюжетам. Все эти неподдельные детские эмоции вы можете рассмотреть на этих фотографиях. Спасибо. И я хочу сейчас передать слово настоятелю храма, отцу Дмитрию. Спасибо. Дорогие друзья, и вот, конечно, очень... Волнуюсь, потому что у меня до сих пор эти фотографии, даже, как я могу сказать, пересматривать, не тяжело. Потому что никто из нас легко не расстается с друзьями. И так вот... И про многих мы говорим, что вот рано ушел, сколько еще мог. Действительно, Юра очень трагически. В последние годы он очень тяжело болел. И мы понимали, что вряд ли удастся ему достичь старости. И Господь забрал его на пике. Вот выставку, часть из нее мы здесь видим. Назвал ее совершенно справедливо, родом из детства. Выставку он сделал буквально за несколько месяцев. Это свои кончины. И он действительно скончался в Могучинском монастыре. Вот Господь говорит, интересно, вот мы... В чем застану, в том и сужу. Очень важно, какого уровня достигает человек концу своей жизни. Потому что рождаемся мы... Когда читаешь, родился великий писатель. Ты родился не великий. Родился ребенок. И с него может вырасти все, что угодно. Но при этом Господь говорит, будьте как дети. А чем ребенок отличается от взрослого? Что грехов еще не вытворять. И поэтому душа детская начиста. Вы будете как дети. И вот Юра предложил, сам, во-первых, вспомнил, попытался вспомнить себя. И нам предлагает на эти чистые лица посмотреть. И себя увидеть. Увидеть тех, кто потерял. А Юра приобретал в последние годы. Ну да, он геодезист, он строитель, он бизнесмен. Ну вот я с ним познакомился, очень интересно. Я там молодой только священник был. Это уже было очень много лет назад. Четверть века уже минуло с лишним. И вот мне дали послушание работать в колонии для малолетних преступников. Это кто, если кто знает, говорит, у нас за городом. Не так далеко, но тем не менее добраться с транспортом в проблемы. В то время там, кто-то ничего не ходил. И вот Юра наш приход стал ходить. Батюшка, а может чем-то могу помочь вообще? Ну хочу помочь. Ну чем могу помочь в церкви? Я говорю, Юра, так и так. Все понятно. И каждую субботу он за мной приезжал, мы с ним садились, мы с ним ехали туда, в колонию. Я там с ребятишками общался, он меня ждал, вез обратно. По дороге еще там кучу делали добрых дел, подвозили замерзающих там путников и так далее. Вот так вот мы с ним познакомились. А потом, когда Владыка назначил, настоятель чистого поля, назначил настоятелем, опять ничего. Вот дали указ, ты теперь настоятель. Ничего. Чистое поле. Опять Юра, батюшка, чем могу помочь? Давай. И вот он потом в итоге, как часто бывает, бизнес развалился раз и полоса вправь, вообще в ноль. Что Господь для него приготовил больше. И он пришел к нам на приход и работал совершенно нищенскую зарплату, но работал, начал строить храм. Там тоже было много искушений, много трудностей. Но храм сейчас уже конструктивно завершен. Храм Спаса Нерукотворного, храм памяти к сибирским первопроходцам. Вот Юра начал туда, но не только он как строитель, как прораб, как мастер, вкладывался туда, искал подрядчиков. Сначала помогал и своей бизнеса долей отделял, потом просто целиком служил, трудился у нас бы, староста нашего прихода. Но там, как раз на приходе, Юра вот и взял фотоаппарат. И вот он много еще фотографий, он узнает, наши прихожане, интерьеры нашего храма. И вот он сначала, бабушке, что значит, отвлекаешь нас тут? Там есть фотографии, цитаты по поводу того, что дети там отвлекают на молитву. Юра тоже, вроде как, отвлекал, он говорил, не отвлекает, подождите. А потом, первый выставок был у нас, вот он взял, что он нафотографировал, и он на стенах вагончика нашего развесил, и вот те же самые прихожане. Ой, ну надо же, какая красота. И вот первый выставок был у нас, на самом деле, прямо на территории прихода. В нем развесил фотографии, и вот снимал там, и действительно, вот, ну, я, ну, никто не увлекался фотографией. Те вот сейчас у вас, у каждого в кармане фотоаппараты. Но в то время это не так было просто. Вот мы все начинали смена, зенит, вот, даже потом фотоаппараты уже значительного объема, размера уже современные. Но не требовали очень большого внимания, очень большого труда. И вот я тоже в свое время увлекался и увлекаюсь. До сих пор сейчас просто времени на это нет. Вот, но тоже фотографирую, я вот из-за самого Юры фотографировал, какие-то вещи видел, меня поражали. Вот я как-то, мне у людей не удается особо фотографировать. Бывает, что ты поймаешь такое, ну, случайно сошел. Вот, например, на снимку состоишь, снимаешь, одни и те же жанровые проекты. Но у него совершенно другие вещи получаются. Казалось, он кнопочку нажал, щелкает, все, да? Нет. Это действительно, надо взгляд этот иметь, художника настоящего. У нас художники Майта Сколохуда, у нас тут сколько новосибирцев сотрясали совершенно дикие, совершенно вещи. Дикие просто выставки, постановки театральные. Министерство культуры наше, там, гранты миллионные выделял. Вот эту выставку, она настоящая подлинная, альтернатива. Не то, что вот на зло сделано, да? А действительно, здесь видим чистоту. Чистоту, непорочность, святость видим. Это вот то, что должен делать на самом деле художник. Он должен не себя нести в мир. Я великий. А он должен показать красоту человека, творения Божьего, природы, как мир Божий. Вот это вот Юрию давалось. Вот он, и не очень давали сильно портреты. Вот если я больше там пейзажи какие-то такие, архитектурные вещи, так мне интересно. Вот, и удаются они. А вот Юрий больше вот люди. Люди, это поразительные, конечно. Портреты, у него же есть детские, в основном, портреты, подростковые. И за каждым портретом истории, вот там казачья застава, наш лагерь, и еще раз, прихожане наши придут, они сюда и будут смотреть. Это целая жизнь. И вот я, конечно, всем присутствующим, и фотографам, и любителям, и зрителям, и случайным людям, которые будут заходить сюда, конечно, я желаю увидеть вот это Божье в человеке. Как вот писал поэт Николай Рубцов, естественно, Ферапонтова, вот. «В потемнейших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта, что-то Божье в земной красоте». Вот мы должны увидеть Бога в человеке, что все мы создание Божье. И в себе этого Бога возрастить, и самим стать детьми Божьим. Вот Юрию и удавалось и это увидеть, нам показать. И я надеюсь, что Он сподобился спасению своей души через свой труд, через свою молитву, через свою веру, и сподобился Царству Небесному. Ну, а во всем еще раз и желаю вот это увидеть Бога, найти Бога в своей душе, вырасти, взрастить, если есть возможность, еще и другим отдать. Помоги Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И, дорогие гости, если кто-то из вас еще хочет сказать, сказать слово, речь, мы будем рады послушать, кто был. Можно мне? Конечно. Ну, я скажу совсем коротко. Юрий Макаров был моим большим другом и учителем. Так получилось, что одна короткая встреча, не более 15 минут, хреном образом изменила мою жизнь. Он направил меня в это русло, в мир художественной фотографии, помогал, подсказывал. Я всегда и во всем на него опирался. Ну, извините. Не знаю, что. Спасибо. Спасибо. От души. Еще хочу передать слово очень хорошему другу, Юрию, другу детства, тоже Юрию Абашкину. Здравствуйте. Помогает. Вы знаете, мы с Юрой учились в одном классе, стали друзьями. Еще в классе в шестом, я помню его аппаратом смену 8М. Я помню, как мы в Пархоменко, 40, в комнате, где они тогда жили с мамой в коммуналке, до полночи печатали снимки, но я как-то туда не пошел, а он потом записался в фото-кружок, и потом мне с увлечением рассказывал, как здорово, что не надо покупать фиксаж, проявитель, в магазине, можно его весить на весах. Потом я как-то эта тема прервалась, а потом к ней ближе к годам 40 вернулся. Но я, собственно, не об этом хотел сказать. Наверное, о том, что 4 года назад, когда была выставка, я был очень удивлен, хотя тоже не сказать, что он прям ошарашен, потому что вот интерес Юра к детям и их понимание, оно виделось тогда даже, когда ему было 16 лет, и позже он совершенно спокойно разговаривал с 5-летними детьми на их языке. И вот эта выставка, да, породом из детства, она еще тогда, 4 года назад, во мне всплыли какие-то такие вещи, которые я испытывал, наверное, когда мне было лет 10. Это было несколько раз, меня это очень удивило. Хотя потом я понял, что эта выставка, в общем-то, и не только о детях, а, наверное, о нас, потому что мы теряем, потеряли этот мир детства. И самое интересное, что в основном сами его угробили в себе. И это как бы нам посыл, чтобы мы были внимательнее и ответственнее, что ли. Вот я так воспринял это все. И еще что я хотел сказать, я хотел сказать большое спасибо всем, кто все это организовал, и большое спасибо удивительному человеку, Юрины Майеву и Тину Аксиноне, которая, собственно, и позволила нам все это сделать, самое главное, сохранила снимки, которые мы сейчас будем смотреть. Спасибо, Юрия. Спасибо. С первого класса, друг. Юрия, с первого класса, столько лет дружит. И сейчас я хотела бы пригласить сюда Евгения Иванова, тоже друга Юрия, и председателя Союза художников России. Здравствуйте. Можно я маску сниму? Вы далеко. А то борода торчит, не прессирует. Вы что, дождите? Вы знаете, спасибо, что Юрия Матюшевна. Потому что очень важно, что вот это все состоялось. Это, конечно, надо было сделать чуть-чуть пораньше, как всегда, мы немножко... Но лучше поздно, чем никогда. А никогда бы все равно бы это все состоялось, как бы там ни было. Вот. Мне повезло. Знаете, я бы не хотел здесь вот на вот на такой выставке, именно на этой даже выступать в роли председателя и так далее. Мы с Юрой были друзья. Ну, вы знаете, я боюсь покопаться, если можно точно вспомнить. Ну, до начала 90-х было. Причем познакомились мы очень таких... Ничего, что я... Можно так чуть-чуть поподробнее? Можно рассказать? Потому что мне тут пришлось вот про Мизина Вячеслава Юрьевича писать. Я говорю, не хочу анализировать творчество, особенно очень близких людей. А вот рассказать, какие это были люди, это для меня, мне кажется, очень важно, потому что все-таки человеческие факторы... Вот в Юриной ситуации 100%. Еще лишний раз я убеждаюсь, насколько творчество человека зависит от тех внутренних его человеческих качеств, которые у него были. С Юрой мы познакомились, когда мы оба занимались в 90-е годы, очень такие времена были бизнесом, и этот бизнес немножко был связан и с творчеством таким художественным. И вот на этой почве мы с Юрой познакомились, и то, что он никогда не занимался фотографией, или, по крайней мере, у нас не было никогда об этом разговора, и когда вот... Я уже даже не припомню, при каких обстоятельствах, когда... Хотя мы время от времени встречались, вот до середины двухтысячных 100%, когда он сказал, что я бы вот... У меня есть план вступить в совесть фотохудожников. Я в хорошем смысле удивился и порадовался. И когда Юра принес вот эти работы, на самом деле это очень здорово. Вы понимаете, что все-таки фотография, штука такая очень вариативная, и очень много людей, кто приходит в фотографии, кому хочется ярко о чем-то рассказать. Но чаще всего это пока получается рассказать о себе, вот таком вот каком-то оригинальном, и так далее, и так далее, и так далее. А Юра выбрал вот такую, скажем, не самую... Вот для проявления вот качеств какого-то активного фотографа тему, потому что вот все-таки дети, вот эта православная культура, которой он, как выяснилось, достаточно активно жил, казалось бы, такая... Ну вот еще раз я хочу сказать, что фотографически не самая выигрышная, потому что, к сожалению, очень часто фотография сваливается вот там, где полегче, там, где есть конфликт, там, где есть немножечко такой жесткой жизни, и так далее, и так далее. А Юра, будучи человеком по своей сути очень добрым, интеллигентным, мягким, умным человеком и человечным, он выбрал вот эту тему, та, которая ему была близка, и он в ней достиг очень хороших результатов. Слава Богу, что вот мы эти работы сохранены, мы их видим. Спасибо Юре, спасибо Юре Матюшину, спасибо семье за то, что мы это можем помнить, смотреть. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы из этого получился когда-нибудь у нас альбом. Я как председатель, у меня есть какие-то обязательства. Я бы очень хотел, чтобы это найти возможность, найти спонсоров, найти заинтересованных людей, я бы так сказал, чтобы это сохранить, потому что это достойно того, чтобы это осталось в истории новосибирской фотографии, новосибирского искусства, и памяти и о работах, и памяти об этом человеке, который вот таким образом очень классно жертв. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем большое, кто высказался. И сейчас хотелось бы уже объявить выставку открытой. И можете приступить к просмотру и получать удовольствие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.